Приветствую, друзья! Очень рад снова с вами быть вместе. И сейчас мы начнем делать нечто полезное и интересное и важное для всех и каждого. Вот я, например, за это время поговорил с нашим Константином Михайловым, который в нашей школе человек будущего Homo Futurus в Ростове Великом. И мы договорились. Я ему рассказал такую историю, что в свое время, много лет назад, может быть, лет 10-12, ко мне в Центр защиты от стресса на Таганке приезжала моя приятельница Тамара Зиновьева, художник, искусствовед, которая мне и советы давала, как лучше рисовать, да. Ее в Фейсбуке вы можете посмотреть, Тамара Зиновьева. Да, интересно рисует. Так вот, она была с камерой и сняла меня у меня в Центре, когда я выполнял упражнения по синхрогимнастике. Но дело в том, что потом она с помощью какой-то программы смонтировала эти все упражнения. Там было 5 упражнений. Ну, тогда. Тогда было 5 упражнений. Значит, и она смонтировала таким образом, что в одном кадре все это, в квадратиках каждое упражнение. Нажимаешь на кнопку, квадратик начинает работать. И зритель, который этим пользуется, сразу видит 5 упражнений. И сразу может высветить любое из них. Но тогда еще не было понимания, что нужно подбирать себе эти упражнения, а не зацикливаться на каком-то одном, получается у тебя или не получается. И стараться делать до тех пор, пока не начнет получаться. Как в обычной школе это делается и по йоге, медитации, циклон и так далее. Потом, через годы, появился принцип подбора путем перебора. По критерию скорости автоматизации начатого действия. То есть по критерию максимальной комфортности, естественности, доступности. И можно было бы уже показать эти 5 упражнений, сказав, вот примеряйте, нажимайте кнопочку, примерайте на себе, как ботинки в магазине. По этому критерию максимальной доступности, максимальной комфортности. И сказав то, чего раньше не было, сказать, что сам подбор путем перебора, это принцип ключа. Подбираешь. Принцип ключа. Сам процесс подбора путем перебора развивает личность, креативность, мышление. Помогает потом все другие проблемы решать проще, быстрее и эффективнее. Тогда этого не было. А сейчас это есть. За эти годы метод же совершенствуется. И есть еще одно. Не только 5 этих упражнений. А любые действия, любые движения. Плавательные. В проруби сидеть, штангу поднимать, на коне кататься, на байдарке плавать. Любые движения. Точно так же вы можете перебирать по этому же самому критерию. По критерию скорости вхождения в ритм, скорости автоматизации начатого действия. Этого в науке раньше не было. Этого в йоге нету и нигде нету. Потому что там, повторяй, пока не получится. Ну, это обычное школьное обучение, повторение, мать, учение. А здесь принцип подбора путем перебора. На основе вот этого критерия индивидуального соответствия, развивающего личность. Ну, естественно, там много чего есть еще. Как дозировать найденное действие. Потому что найденное действие не только снимает напряжение разом. Вот был бурный стресс такой, понятно. Раз, выяснялся стресс. Найденное действие. А если вы его дальше повторяете, повторяете. А делается это с удовольствием. Включаются эндорфины и появляется ощущение любви к жизни, к людям. Оптимизм вместо стресса и эгоизма. Ну, там хорошо все получается. Постановление происходит. Развитие творческого начала. Раскрытие тех талантов и способностей, которые раньше были неосознанными. Неосознанные. Да, по разным причинам. Так вот, я сейчас жду от Константина Михайлова. Он мне сказал, я это сделаю. А я ему очень доверяю. Потому что Константин Михайлов очень такой вот талантливый у нас сотрудник, участник школы. Он тогда сделал нам вот, пожалуйста, хомо футурус. Свезы над нами и этика внутри нас, как у Канта. А это упражнение полет. Вот когда найдете свое действие, которое соответствует вам, возникает состояние облегчения, невесомости, свободы внутренней, с помощью которой и упражнения цигу лучше выполняются, и йога лучше выполняется, и бокс лучше происходит, и танец лучше происходит, и все, что вы делаете. Это очень интересно. И Александр Шунцов у нас еще есть. И много у нас еще сотрудников, участников, сподвижников, ну, из разных стран мира. И мы все вместе создаем науку человечности, потому что человеком становится тогда, когда преодолевает страх и помогает в этом любовь. И когда человек научается осознанно снимать у себя стресс, без помощи бутылки, без помощи вспомогательных средств, сам по себе, по своему разуму и воле снимает у себя стресс, и тогда включаются эндорфины, открываются творческие качества. Человек способен к изобретениям. Итак, до встречи. До следующего ролика, иначе говоря. До встречи. До встречи.